Полночь, 27 октября. Санаторий имени Кирова в оккупированной Ялте. А ну подожди, подожди, дай я с ним. Камеру убери, а! Подождите. Браво камеру, б***ь! Бери, б***ь! Камеру убери! Российские ЗЭТ-каналы распространяют информацию о покушении на жизнь украинского экс-нардепа-предателя Олега Царёва. На Олега Царёва совершено нападение. Его подрезали, сказал мне один из работников. Больше пока ничего не известно. Несколько позже информацию о нападении подтверждает уже и администратор телеграм-канала Царёва. Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотери. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Пока это вся информация админ канала. После покушения экс-нардепа якобы в бессознательном состоянии отвезли в неназванную больницу, где он под усиленной охраной сейчас и находится. Что интересно, версии о случившемся у различных прокремлёвских спикеров расходятся. Начиная от работы украинских спецслужб, заканчивая бытовым конфликтом с приятелем и инсценировкой покушения. Врагов у спикера Новороссии, коим его окрестили в банановых республиках в 2014 году, везде хватало. Ещё тогда, в далёком 2014-м, Царёв стал одним из первых представителей пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Я посетил Донецк, Донецкую областную администрацию, с 1 по 11 этаж. Я был в Луганске, и меня в СБУ и на площади, и внутри здания встречали хорошо. И люди показали всё здание, разговаривали мы долго. Я нигде не видел там русских солдат. После чего уже в 2022 году вместе с армией оккупантов зашёл в Киевскую область, откуда радостно пиарился на раздаче гуманитарки. Мы здесь с первого дня войны, можно сказать, с первого часа. Оказываем гуманитарную помощь, стыкуемся с местными жителями. Казалось бы, очевидная вражеская мишень для украинских спецслужб. Но столь ли очевидная? С момента записи интервью из Киевской области с так называемым спикером Новороссии прошло уже более полутора лет. Некогда кандидат в президенты Украины... Вот народ должен, согласно действующего законодательства, осуществлять власть в стране. В марте 2022 года явно грезище о своём месте под солнцем в новосформированном оккупационном правительстве Украины. Чем дальше, тем больше разочаровывался в лично своих и в целом российских перспективах в Украине. А потому всё больше и смелее критиковал Россию и российскую власть. Последнее интервью Царёва перед покушением – хорошее тому доказательство. Россия взяла Украину, взяла Крым и потеряла всю Украину. Но впереди очень смутные времена. И мы вступили в войну. И если Россия начинала... Все думали, что это вторая армия мира. Оказалось, что не вторая армия мира. Мы действительно... Оказалось, у нас того нет, того нет. Там проблемы, связи нет, беспилотников. Ну а в России, как известно, публичных критиков власти не терпят. И об этом лично Царёва в декабре 2022 года уже предупреждали. Так что, Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну успокойся чуть-чуть. А главное, не играй в игры между российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажутся между ними, могут обратиться в труху. КОНЕЦ Продолжение следует...